МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Если у вас есть какие-либо вопросы, наш телефон прямого эфира. 8-495-508-86-84. Звоните. Постараемся вместе во всем разобраться. Сегодня в наших гостях комиссия, которая занимается целым спектром достаточно важных и больших вопросов, таких как миграционная политика, межнациональные и межконфессиональные отношения, общественный контроль, открытость власти и противодействие коррупции. И наши гости. Здравствуйте, Леонид Михайлович Пегарин. А также Алена Викторовна Патрина. Оба члены данной комиссии. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что же, Леонид Михайлович, Алена Викторовна, рад, что вы к нам сегодня приехали. Действительно, вопросов довольно много. И давайте не будем прям начинать с чего-то одного, прям самое-самое важное выделять. Начнем со, скажем так, удобного. Не так давно, я знаю, что общественная палата проводила довольно уже вами полюбившийся формат общественных выездных приемных. И наверняка ведь ваша комиссия также работала на них, верно? Да, действительно, мы проводили прием, выездной прием. Алена работала в Назарево, я в городе Одинцово. Судя по тому, как проходил предыдущий выездный прием, было 166 обращений. В прошлый раз. Да, в прошлый раз. В настоящий момент уже поступило 50 обращений, но из комиссий данное обращение продолжает поступать в секретариат и обрабатывается. То есть 50 – это не конечная цифра. Но судя по тому, сколько людей пришло в волейбольный центр, где проходил прием населения, судя по тому, сколько людей пришло в Назарево, в другие поселения, можно говорить о том, что в этот раз явка была значительно ниже. Скажем про Одинцово. Три человека. Три человека пришли в волейбольный центр. Ну что, в городе Одинцове нет больше проблем, нету обиженных и униженных, нету оскорбленных, нету недовольных, нету людей, которые хотят со своей бедой обратиться в общественную палату. Три человека на стотысячный город. Леонид Прикладович, не могу не задать вопрос. Ведь, очевидно, в прошлый раз раз было 150 человек, ну не по Одинцово вообще, по району, а на этот раз, вы сами говорите, гораздо-гораздо меньше. То есть по предварительным результатам раза в три порядка меньше обращений. А в чем дело? Все-таки чья недоработка? Неужели вам перестали доверять? Нет, я думаю, что это чисто техническая недоработка. Менялось время, место проведения приема. Поэтому мы не смогли, мы, общественная палата, не смогли в достаточной степени донести эту информацию до жителей, до аудитории. Здесь я бы не стал винить ни журналистов, ни СМИ, что не опубликовали анонсы. Анонсы были на сайте, были в интернете. Но, конечно же, наша аудитория, среди которой много пенсионеров, они не читают интернет. Надо было публиковать в газетах, надо было давать анонс по телевидению. Ну, будем работать, будем стремиться к тому, чтобы людей было больше. Но, тем не менее, обращения наверняка по работе именно вашей комиссии были во всех поселениях нашего Одинцовского района. Можете ли выделить какие-то основные моменты? Что больше всего волнует, условно говоря, противодействие коррупции, миграционная политика, общественный контроль. Что больше всего людей интересует по работе именно вашего направления? Я, опять же, могу говорить только о волейбольном центре, где сам проводил прием, куда пришло три человека. Могу сказать, что... То есть выборка в любом случае недостаточно. Да, конечно. Пока еще информация стекается в электорат. И Захар Иванов, председатель нашей палаты, он обязательно выступит у вас в эфире. И расскажет все подробности, как проходил выездный прием. Я же могу сказать только о волейбольном центре. Пришла пенсионерка, пожаловалась на то, что лишили пенсионеров льготного проезда на транспорте, на московском транспорте. Действительно, эта проблема существует. Очень часто обращаются в общественную палату люди, которые переживают, жалуются, что теперь они вынуждены тратить значительные средства финансовые, а пенсия маленькая, для того, чтобы поехать в Москву подлечиться, поехать куда-то в музей. Вот женщина сказала, говорит, я, в принципе, нормально себя чувствую, хотя мне уже там порядка 90 лет, но я люблю культуру, я хочу съездить в музей, я хочу съездить куда-то еще, я люблю путешествовать, люблю кататься. Но нет финансовых возможностей. А раньше я это делала постоянно, потому что стараюсь к культуре приобщаться. Вот люди переживают из-за этого. Вот, в частности, такое было, да, обращение. Опять же, эта же женщина, гражданка, пожаловалась на то, что в СМИ, в частности, в печатной прессе, стало очень много пиара. Очень много пиара стало губернатора и главы Одинцовского района. Она сказала, что надо быть скромнее нашим руководителям. Практически в каждой статье, на каждой полосе фотография губернатора и фотография главы района. Может быть, это журналисты перестарались, может быть, редакции так очень ответственно подходят и в каждый выпуск, в каждую программу. Ну, в данном случае, я, конечно, понимаю, что это не обращение, если в стиле сделать что-нибудь, это просто человек поделился личным соображением. Да, 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 просто поделился соображением. Леонид Михайлович, Алена Викторовна, у меня к вам такой вопрос. Понятно, что здесь, в данном случае, вы работали именно с представителями наших широких народных слоев населения. А, насколько мне известно, с властями именно ваша комиссия также достаточно активно работает. Вот, насколько мне известно, не так давно у вас было совместное заседание с комиссией по безопасности дорожного движения именно администрации Одинцовского района. Присутствовали, ведь вы там, правильно я понимаю? Да, Святослав, присутствовали. Может быть, мы к этому кейсу перейдем чуть позже, а Алена расскажет все-таки в двух словах, как Назарев проходил прием. Ну, если есть что рассказать, я просто боюсь после Одинцова с тремя людьми узнать, сколько в Назарево было. Ну, Назарево было тоже три человека. Вопросы были разноплановые. Первый вопрос был также по поводу нашего транспорта. Люди не могут добираться никуда, социального транспорта нет. Они благодарят за то, что есть хотя бы коммерческий транспорт. Спасибо огромное, но все же хотят видеть и скидки пенсионерам, потому что это очень важно. А речь шла именно о пенсионерах или вообще? Именно о пенсионерах. Они хотят видеть социальный транспорт, потому что пенсионеры – самая незащищенная часть нашего населения. К сожалению, все мы там будем, и тем не менее мы не заботимся, получается, о своем будущем. Был вопрос по поводу кладбища, как это ни странно. У нас, оказывается, в Назарево проходит газопровод. И они не знают, куда обратиться, потому что есть люди, которые себе заблаговременно выкупили место и не могут никого дохоронить, ввиду того, что там по участку по их проходит газопровод. И мы так очень не могли понять, куда их направить. В этом вопрос у нас же вроде бы Голубков идет депутатом. Может быть, они эти вопросы могут решить предвыборную кампанию? Понятная ситуация. То есть, ну, понятно, Одинцовцы волнуют открытость власти, волнуют дороги, а Назаревцев – дороги и кладбище. Ну, их еще волнуют школу, потому что в Назарево, в принципе, такое красивое поселение. Но школа сама по себе красивая, но внутри очень холодная, и дети мерзнут. А по какой причине? Там давно не было ремонта именно теплотрассы? Ну, вот такое вот у них здание. Старое получается? Получается, да. И как-то там с начальной школы какие-то вопросы, как-то со столовой неудобства. Не получалось у местных жителей именно с властями муниципальными разобраться. Почему пришлось к вам обратиться? Ну, вот пришли с таким обращением. Мы будем разбираться, мы спросим. Раньше было данное здание у вас на... Нет. Такого обращения не было, это первый раз. Про кладбище и школу мы первый раз слышим. Обычно у нас транспорт, там земельные проблемы, которые мы пока решить не можем. Если, опять же, сравнивать именно Назарина, я думаю, с Одинцова все понятно, Назарина. В прошлом году, не в прошлом году, скажем, в прошлый раз, когда вы проводили практику выездных приемных, больше все-таки был отклик? Или он примерно средний? Он примерно средний, но мы так предполагаем, что сейчас, проводя его в мае, многие могли быть на дачных участках. И в субботу это единственный день, когда они могут что-то делать там. Наше предположение, именно у нас неудачное время выбрано было. Именно на майские праздники. Зимой они могут к нам ходить, а весной у них свои посадки, грядки. У нас имеется звонок от телезрителя, предлагаю его послушать, а потом продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Васильевна. Я вот услышала вопрос, который задавали, там кто-то еще на вашем совещании в каком-то, по поводу проезда в Москве. Вот вы и возучили, что вам задали этот вопрос, что почему нам не разрешают пенсионерам ездить. Мне тоже хотелось бы проехать в музей там, на какие-то выставки цветочные. Но вы не дали ответа, почему не могут решить власти, московские и наши подмосковья, чтобы нам дали проезд. Вот я обращаюсь к палате. Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле, мы его уже, конечно, озвучивали. Дать ответ за московские областные власти мы, конечно же, не можем, но со своей стороны, что мы можем сделать? Мы можем писать обращения, можем обращаться в вышестоящие структуры, в общественную палату Московской области. Я знаю, что позиция Захара Иванова четкая по этому вопросу. Проезд для льготников должен быть бесплатным, потому что над пенсионерами поиздевались. Здесь второго мнения нету, и вся общественная палата в этом единая. Понимаете, уважаемая телезрительница, мы вас поддерживаем. Мы за то, чтобы вы ездили бесплатно на общественном транспорте Москвы. Но не все в наших силах. Мы можем, мы общественная палата, мы можем только обращаться. Обращаться, обращаться и еще раз обращаться. Что мы делаем? На ваш взгляд, все-таки вопрос, опять же, не новый, не свежий достаточно. Есть ли какой-то отклик обратный на ваши заявки, письма, обращения? Пока не готов сказать. Откликом. Тогда вернемся к теме выездных как раз-таки приемных. Понятно, как на этот раз все прошло. Вот уже сейчас примерно можете предположить, когда в следующий раз попробуйте к этой практике вернуться, и что измените? Ну, нам кажется, что нужно вернуться по осени. Скорее всего, это будет октябрь-ноябрь месяц, когда уже все вернулись из дачных участков. Потому что основные граждане, которые жалуются, это люди реально пенсионного возраста. У них есть время и желание добиваться правды. Я бы еще хотел отметить, что наши граждане, они рачительные люди. Вот идет мужчина в волейбольном центре, он идет по каким-то своим делам, смотрит, общественная палата прием проводит. Дай-ка я подойду и скажу, что у дома 85 на Можайском шоссе нету теплоизоляции на трубах. И тепло, когда поступает в дома одинцовцев, теряет какие-то там калории за счет того, что тепло отдается в пространство, в природу, а не в дома одинцовцев. То есть люди рачительные, они видят безобразие и сразу сообщают об этом в общественную палату. Ну, в данном случае, я думаю, вы согласитесь, это вопрос скорее ситуационный. Человек действительно рядом шел, но это хаотичный момент. Нельзя, конечно, планировать мероприятия, точнее того, что много людей будет рядом идти. Я так понял, услышал, что вы хотите все-таки в плане именно компании в СМИ более активно и широко освещать дальнейшие свои публичные мероприятия, правильно? Ну, конечно, необходимо анонсировать, анонсировать деятельность общественной палаты, события, мероприятия, которые проводят общественные палаты, естественно. Ну что ж, давайте тогда вернемся к тому вопросу, который я уже озвучивал. Не так давно вы присутствовали на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Любопытно, почему вы? Потому что, ну, что такое дороги, это скорее ЖКХ, что-то такое. Или в данном случае вы именно как общественный контроль обеспечивали? Общественный контроль, конечно же. Проблема очень серьезная. Что за вопросы? Я слышал, что заседание достаточно интересно проходило, и многие интересные и актуальные вопросы поднимались. Заседание, которое прошло 18 мая в администрации района, было посвящено вопросам ликвидации очагов аварийности. Были приглашены главы поселений, представители ГИБДД, общественные палаты, дорожники. Проводил совещание Михаил Пайсов, заместитель руководителя администрации Одинцовского района. Леонид Петрович, прошу прощения, что перебиваю. У нас еще один звоночек предлагает. Да, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу такой вопрос задать. Вот у нас сейчас ремонт платформы, да, Одинцова. Но прежде чем сделать этот ремонт, вот сделали бы эту дорогу. Когда мы выходим из Москвы, мы идем по таким колдобинам, вот здесь дожди прошли, думаю, что-то случилось. Может, там что-то взрывали, люди все встали, говорят, что проходы нет. Все, там оказалась такая лужа, а потом там находятся всякие кафе, вот эти, там музыка идет, там такая грязь. Я прошу прощения, а территориально вы про какое место говорите? Москва? Станция Одинцова, да? Вот сюда из Москвы, мы приезжаем из Москвы, по деревянной мы сейчас идем, да? Так. Мы проходим вот там по улице, ну как это, чтобы с первого вагона спасли, ну как проходим из Москвы, если бы проезжали? Ну там просто вот этим пока идешь вдоль платформы, это что-то, вот по этой стороне, по нашей, не на той, а на этой, это просто кошмар. Все идут, ругаются. Неужели нельзя было сделать сначала дорогу и убрать там весь мусор и колдобин и все, чтобы люди хоть здесь, ладно, неудобство, что вот платформу, ну ее надо ремонтировать, ладно, там далеко, чуть-чуть не у Баковки останавливать, но здесь можно было сделать. И еще такой вопрос, вот если можно сказать. Конечно, давайте. Вы знаете, что я хочу сказать? Я вот, вот как вы скажете, улица Северная относится к Одинцову? Конечно же, относится. Ну я хочу сказать, ребята, очень люблю свой город, и все, вот мы разводим, тут цветы тоже живем, все, но везде насажали цветов по городу, но по улице Северной, хоть бы один цветочек, хоть какой-нибудь, даже по деревням везде насажали, но улицы Северной, вот такое чувство, как будто нет. Вот у нас под окнами, под домами, мы везде такие рассаживаем, все, вот это вот тоже хотелось бы очень, вот такое пожелание. Спасибо огромное за звонок, действительно довольно интересные вопросы. Относительно платформы, будучи, правда, не экспертом, могу только некое собственное суждение выдать, а, насколько я понимаю, платформа, она, конечно же, ремонтируется по решению РЖД. Вот мое лично впечатление, вряд ли Одинцовский район мог влезть на объект РЖД, начать самостоятельно с ним что-то там творить, разрушать и так далее. А дорога это как раз-таки участок Одинцовского района, то есть тут, я так понимаю, речь идет не о расстановке приоритетов, правильно? Ну, действительно, платформа это прерогатива, вотчина РЖД. РЖД. Дороги у нас в Одинцовском районе есть муниципальные, есть региональные, есть федеральные. Надо смотреть, какая это дорога, чья это дорога. Ну, если она в непотребном состоянии, конечно же, надо ее привести в порядок. Здесь вопросов никаких нет. Почему РЖД все так делает, как-то не так, да, что люди жалуются, очень много постов в социальных сетях, люди недовольны тем, как обустроена эта временная платформа, там постоянно давка, проход узкий. В общем, все делается, как говорят в России, через одно место. Но здесь проблема еще и в другом. На совещании, о котором мы начали говорить, да, по безопасности дорожного движения, там присутствовал и представитель РЖД. И в завершении, в завершении обсуждения представитель РЖД сказал, вот вы строите микрорайоны, микрорайоны, да, вы администрация, застройщики, строите дороги, там, подъезды к этим микрорайонам. А вот вы думали о том, что для того, чтобы люди проезжали через железнодорожные переезды, надо заниматься реконструкцией дорожного полотна, надо заниматься реконструкцией дорожных переездов. На что встает резонный вопрос, а как это будет делать муниципалитет? То есть здесь должны быть какие-то соглашения у собственников. Здесь сложный вопрос. Разграничение собственности. Я так понимаю, в данном случае, как раз-таки, РЖД не особо плотно, скажем так, работает с местными властями. Особенно в вопросах местных каких-то ремонтов, которые они лично, они-то здесь, там, где-то наверху решили необходимыми произвести, да? Не готов отвечать за РЖД, не готов. Но судя по тому, что вопросов обращения от граждан очень много, то... То, что бы не делалось, могло бы делаться лучше. Да, конечно же. А по поводу второго вопроса, улица Северная осталась у нас обделенной, не цветущей. Сам лично, сам лично ходил с главой города Одинцова по улице Северной. Постоянно смотрели там освещение, обустройство подъездов, ремонт, различные другие вопросы. То есть я знаю, что Александр Альбертович постоянно инспектирует эту территорию. Но если там не высаживаются цветы, надо обратиться. Я возьму сам все это на контроль, действительно обратимся в городскую администрацию, чтобы уделили внимание старейшей улице Одинцова, которая была построена для ракетчиков. Я так думаю, это как раз-таки тот точечный вопрос, который общественная палата именно вместе с жителями решает, потому что следить, безусловно, за всем районом невозможно. Особенно в таких именно локальных вопросах, как высадка цветов, облагораживание территории и так далее. Ну что ж, давайте вернемся к нашему заседанию. Да, я напомню, что 18 мая состоял заседание по безопасности дорожного движения. Проводил его Михаил Пайсов, который сказал, что буквально два года назад в соответствии с нормативно-правыми актами правительства Российской Федерации были разработаны единые критерии выявления очагов аварийности. И вот, наконец, по этим единым критериям удалось выявить у нас в Одинцовском районе более 100 таких очагов. А точнее, 138 очагов аварийности. А эти очаги аварийности, они на основании чего признаются таковыми? На основании того, что в этих местах происходят дорожно-транспортные происшествия. То есть, уже по факту. То есть, страдают люди, страдает транспорт, страдают пешеходы, страдают водители. ДТП. В настоящий момент, вот прошло два года, и вдумайтесь, цифра 138 и 25. Вот сейчас таких очагов аварийности осталось 25. 15 федерального значения и по 5 регионального и муниципального значения. А каким образом разрешалось данная ситуация? Это именно реконструкция была дорожного полотна и прилегающих территорий? Установка светофоров? То есть, какой-то апгрейд дорог, фактически. Ну да, я сейчас расскажу о том, как дорожники и администрация борются с этими очагами аварийности. Еще немного статистики. 100 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году и 91 человек в 2015 году на территории Одинцовского района. То есть, идет колоссальное стяжение аварийности на Одинцовских дорогах. Почему колоссальное? Потому что только за 4 месяца этого года количество аварий на дорогах Одинцовского района уже сократилось на 23%. Что делают дорожники для того, чтобы снизить очаги аварийности? Для того, чтобы снизить аварийность на дорогах района, отвечаю на ваш вопрос. Ну, это, конечно, ремонт дорожного полотна, установка светофоров, пешеходных ограждений, остановков, обустройство развязок. То есть, комплекс работ, который снижает аварийность на территориях Одинцовского района. Всего у нас три крупные дорожные структуры, которые отвечают за дороги. Это Голисинский филиал Автодора, Государственное бюджетное учреждение Московской области, Мосавтодор и Управление дорожного капитального строительства. Вот эти три организации курируют, обслуживают Одинцовские дороги. Леонид Михайлович, у нас еще один звоночек. Предлагаю, давайте тоже его примем, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Новая Трёхгорка с Чистиковой. У нас в нашем районе вообще нет дорог практически. Вот сейчас дождь прошел, лужи, машины не могут разъехаться. А вечером тут в три ряда они стоят просто. Ну, то есть, погулять вечером по тротуарчику нереально просто. Это один момент. А еще у нас сейчас по центру хотят поставить церковь, храм. Вот. То есть, и без того уплотнительная застройка, и еще и вот храм по центру. Я не против Бога. И, естественно, духовность, ну, вот в таком состоянии находится этот внутрорайон, это просто жутко. Понял, спасибо большое за звонок. Но я так понимаю, по большей части это, наверное, к комиссии, которая жилищно-коммунальным хозяйством занимается вопросом. Ну, проблемы Трехгорки, они известны. Я не всегда на виду. Трехгорка – это одна большая проблема, по большому счету. Потому что СУ-155 известно, где сейчас находятся, какие идут дела против СУ-155. Но микрорайон надо обслуживать. Город как может, старается, обслуживает. Район помогает тоже, чем может. Но представляете, да, какие деньги вложил туда инвестор, и какие теперь должны средства для того, чтобы все это обслуживать. Для того, чтобы привести в порядок все дороги. Потому что построить дома – это одно. Но создать условия соцкультбыта, создать инфраструктуру. Я помню, сколько раз туда губернатор приезжал, сколько раз глава туда приезжал. Брали все, все чиновники самых высших мастей, брали проблему на контроль. Ну и что, мы слышим звонок, что проблемы опять существуют. Дороги плохие. Ну а по поводу храма, я думаю, что наоборот, строительство храма как-то поможет Трехгорке решить ее проблему. Потому что с Богом как-то проще. Ну что же, насколько мне известно, ваша комиссия достаточно плотно. Последние, особенно, месяцы работала по миграционной также политике. На одном из совещаний совместно с представителями силовых структур присутствовали также наши корреспонденты, операторы. Я предлагаю, уважаемые телезрители, сейчас посмотреть, как именно проблема миграционной политики решается в нашем районе, в стране, да и вообще во всем мире. Проблема незаконной миграции уже стала чумой 21 века. Жители стран, охваченных воинами или не способных создать достойный уровень жизни, уезжают. За последние годы Ближний Восток и Среднюю Азию покинули миллионы человек. Большинство отправилось в Европу. Тем временем доклад Интерпола свидетельствует, около 90% мигрантов попадают в страны ЕС при содействии преступных группировок. Немало незваных гостей просачиваются и в Россию. Причем многим помогают наши же соотечественники. Это при том, что организация незаконного въезда на территорию страны карается штрафом до 300 тысяч рублей и даже ограничением свободы. Считают, что это не их забота, но проверять документы, смотреть закон, человек незаконно находится. В связи с этим и возникают вот эти вот вопросы, что находят подпитку от нелегальной миграции, потому что сами граждане некоторые и занимаются, платят им зарплату, дают им кровь и жилье. Федеральные органы России работают по проблеме незаконных мигрантов сообща. С начала года в Одинцовском районе прошли уже семь крупных оперативных мероприятий. Силвиков ждал немалый улов. 308 человек, находившихся на территории области незаконно. Объектами проверок являлись общежития, общественный транспорт, места массового скопления иностранных граждан в области строительства, торговли, общественного питания. По результатам проведенных проверок выявлено более 350 нарушений миграционного законодательства. По свидетельствам общественных организаций, в 2016 году приток незаконных мигрантов снизился. Среди причин называют сложную экономическую ситуацию и работу правоохранительных структур. Есть тенденция, и люди замечают объективно, что количество мигрантов, по крайней мере на улице и перед глазами, их стало меньше. Это замечают все. Правоохранители Одинцовского района работают в тесном взаимодействии с общественниками. Совместные рейды регулярно выявляют незаконную деятельность. Ну что же, вот такова ситуация с миграционной политикой на сегодняшний день в Одинцовском районе. Мы сейчас вернемся к этой теме, а сперва примем еще один звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел бы обратиться к Леониду. Да, я слушаю вас. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер. Мы вообще знаем друг друга, давнишние друзья, Андрей Иванов, может вы меня вспомните, друг Михаила Якимова. Хотел бы сказать, что приятно видеть дошельные лица, руля нашего города. Пожелать вам удачи. И вообще очень приятно видеть, на самом деле. Спасибо вам большое. Удачи, вопросов нет. Спасибо, Андрей. Единственное, пожалуйста, разберитесь с велосипедными дорожками. Хорошо. Вот, Андрей, жаль, что вы не смотрели, я так понял, что вы не смотрели наш последний эфир недавний. Как раз таки говорили и про велосипедные дорожки, и вообще велосипедистов, о том, как им нелегко у нас в районе, и как все-таки их жизнь делать чуть-чуть попроще. В интернете можете найти, обязательно поглядите. Ну что ж, давайте пока перейдем к тому, о чем мы говорили. Да. Заседай. Святослав, чтобы завершить кейс с безопасностью дорожного движения, я тезисно, потому что понимаю, что наш эфир подходит к концу, скажу о темах, которые также были затронуты. Очаг аварийности. Съезд с Первого Успенского шоссе на платную дорогу. Там, где Первая Успенка пересекает дорогу, ведущую на Власиху. Стоит светофор, планируется поставить камеры. Камера видеофиксации, это снизит количество ДТП, считают, в ГИБДД. Я бы, честно говоря, там бы сделать такой же туннель, как тот, что ведет на Лазутинскую трассу. В парк имени Ларисы Лазутиной, спортивный парк отдыха. Будете предлагать? Конечно же, конечно же. Потому что постоянно происходит ДТП, а трафик, который идет на Власиху, он ничем не меньше, чем трафик, который идет в спортивный парк отдыха. Следующая тема. Дорога, которая идет рядом с торговым центром Кунцево. Это частная автодорога. А сейчас, как известно, в районе Немчиновки строится огромное количество жилых домов, жилых массивов. И люди туда имеют возможность попасть только по этой дороге. Дорога находится в отвратительном состоянии. Жалобы поступают каждый день. Но проблема в том, что это частная территория. И дорога принадлежит фирме, которая зарегистрирована в Чечне, в Грозном. Какие-то обращения, какая-то связь, ничего не получается. То есть фирма находится в Чечне, в Грозном, торговый центр здесь, дорога здесь. Поэтому Михаил Пайсов предложил эту дорогу перевести в муниципальную собственность судебным путем или при помощи публичного сервитута. И следующая тема, последняя. Я задал вопрос по поводу деленаторов. Вы, наверное, обратили внимание, что не так давно появились столбики на Можайском шоссе. Так вот, в зимний период, когда проходят машины, снегоуборочные машины, весь снег остается в центре дороги. Остается рядом с этими столбиками. Потому что убрать его оттуда не представляется важностью. Я спросил, как происходит уборка снега. Потому что все тает потом, попадает на дорогу, ситуация с безопасностью не улучшается. И что же вы ответили? Ответили, что уборка происходит потом в ручном режиме. А представитель ГИБДД сказал, что благодаря установке деленаторов количество ДТП на данных участках сократилось до нуля. Вот такие темы обсуждались на совещании в администрации по безопасности дорожного движения. Очень хорошо, что мы теперь особенно донесли информацию по деленаторам, в особенности, я думаю, до наших зрителей. Потому что действительно вопрос о том, как они убираются, территория рядом с ними, он достаточно активно обсуждается в социальных сетях. Тем не менее, все-таки перейдем к миграционной политике. И, я так понимаю, Лена Викторовна, ваша тема. Потому что вы у нас и на совещании присутствовали с сотрудниками ГИБДД, УФМС и так далее. Действительно, вопрос мигрантов у нас всегда был актуален, потому что последние лет 20 в особенности. И в нашу редакцию нередко звонят люди, которых интересует вопрос трудоустройства этих людей. Личное, видимо, наблюдение толкает людей на выводы, что многие предприниматели, индивидуальные организации и так далее, отдают предпочтение людям все-таки мигрантам, особенности незаконным, как ни странно. А, видимо, понятное дело, что определенный статус этих людей позволяет как-то не вполне корректно соблюдать их какие-то права, я так предполагаю, трудовые и так далее, меньше платить и так далее. Потому что, фактически, будучи нелегальным незаконным мигрантом, человек не может обратиться в правоохранительные органы в России, да, и потребовать там, чтобы мы выплачивали невыплачиваемую зарплату и так далее. А вот по вашим наблюдениям, по работе вашей комиссии, насколько в Одинцовском районе данная проблема актуальна? Ну, я солидарна, люди обращаются к нам, это бич нашего времени, к сожалению, мигранты. Но, тем не менее, эти обращения все немного неоправданы, ввиду того, что малый-средний бизнес может взять себе на работу только мигранта в том случае, если у него есть патент. Патента нет, его, естественно, не возьмут, потому что штрафы до 300 тысяч. Устроить мигранта на работу – это в районе 30 тысяч, 24-30 тысяч, если его запатентовать. Могу немножко некорректно выражаться. Но, тем не менее, малый бизнес не потянет такие штрафы, потому что он в период кризиса тоже несет убытки. К нам также поступают обращения по поводу того, что таксистами работают мигранты, и людей это часто не устраивает, потому что они не знают маршрутов, не очень хорошо говорят на русском языке. Люди переживают, как бы, не находятся ли они под воздействием психотропных каких-то веществ. Мы проводили недавно рейд с ГИБДД на выявление, профилактический рейд, на выявление нюансов по работе таксистов, на что были неприятно удивлены, что есть товарищи, у которых даже нет прав при себе. Уж как давно мы проверяли всех на тонировку, и все равно люди тонируют машины, ездят со шторками, и мы понимаем, что следующая стадия у нас – это подоконник и геронит. На ваш взгляд, все-таки, как с данной ситуацией можно бороться? Понятно, что только при взаимодействии общественников и силовиков, в данном случае ГИБДД. Вопрос не решить. Это однозначно, но существует сайт migrantcenter.ru, до которого бесплатно от метро Микини находит автобус, мы были тоже приятно удивлены этому, где им оказывают бесплатную помощь, им помогают с медициной, им помогают с трудоустройством. И к мигрантам, к сожалению, трудовым относятся не только выходцы из Узбекистана и Таджикистана, но и те, которые не могут вернуться домой по поводу того, что у них война на родине идет. Ну что же, я так надеюсь, что ваша комиссия будет продолжать работать по данному направлению, когда в следующий раз мы с вами увидимся, это уже будут какие-то обнадеживающие, конкретные новости. Алена Викторовна, Леонид Михайлович, благодарю, что вы к нам сегодня приезжали. Спасибо, до свидания. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили с комиссией, которая занимается целым веером очень важных и актуальных тем, в том числе миграционная политика, общественный контроль, открытость власти и многое другое. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение, наш телефон работает в течение всей недели. Это 508-86-84. Звоните, оставляйте свои заявки, предложения мы их обязательно передадим нашим общественникам. Кроме того, вы можете воспользоваться официальной обратной формой и обратной связи на сайте общественной палаты или написать им электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи и увидимся через неделю.